Это программа День с толком в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, алтайские чиновники встретились с мобилизованными в Омске. Представители Министерства соцзащиты по поручению губернатора Виктора Томенко в учебном центре Омска проведут три дня. По словам главы ведомства Натальи Оськиной, которая возглавляет делегацию, специалисты разъясняют мобилизованным, как получить меры социальной поддержки, в том числе единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Мы начали проводить с ними встречи. Работаем как индивидуально, так и целыми ротами. Посетили их место жительства. Обязательно посетим там, где они питаются. Слышим взрывы орудий, потому что у них активно идут тактические тренировки. В целом настроение боевое. Основная цель делегации добавила министр соцзащиты. Доставка гуманитарной помощи. Специалисты также проверят организацию питания и обмундирование военнослужащих. Здравствуйте, жители Алтайского края. Кто жалуется, что у нас ничего нет, это все неправда. У нас есть все. И форма, и еда, и обеспечение полноценное. Гуманитарная помощь хорошо работает с Алтайского края. Особенно с города Барнула. Особенно спасибо, благодарность поселку авиатора. Поселку авиатора. Он сильно нам помогает. За последние недели в городах страны, в том числе и Алтайского края, развернулось патриотическое движение. Не просто по сбору, но и производству, вещей и экипировке. Тысячу людей хотят помогать армии. У многих из них в зоне соприкосновения нет ни родных, ни близких. Так почему эти люди каждый день думают о незнакомых бойцах, узнавала наша съемочная группа. Это пара седьмая за месяц. Спицы Галины Сергеевны не стынут. Так женщина помогает тем, кто ушел служить. Цвета сами выбираете? Ты там не дала Саше, а ей тоже кто-то дал. У кого нитки есть, а он не вяжет. Ее носки мобилизованным еще не отправляли. Будет ли она ждать благодарностей? Вряд ли. Не жду. Никакого отзыва нет. Да пусть это будет. Ну как вот. Мой подарок. Наши бабушки и мамы, наверное, точно так же помогали. Это во время войны. Ну и мы как можем. Четыре помещения ТОС Октябрьского района превратились в цеха. Женщины распределяются по сменам, вяжут, краят, шьют, обсуждают новости и подбадривают друг друга. Наталья на дорогу сюда тратит по два с половиной часа. В день раскраивает до сотни пар мужского нижнего белья. Оно, как выяснилось, нужно в промышленных масштабах. Выбрали простую модель и хлопчатобумажную ткань. В походных условиях более удобная, потому что трикотажа не найдешь. Тем более это ситец, он гигростопичный. Люди, в основном, у кого есть простая даже швейная машинка, без опыта, они шьют их спокойно. Я считаю, что мы сейчас должны сплотиться. Вот это единение народа. Здесь мы собираемся. Мы раньше собирались, там танцы. Ну и сейчас это есть группа здоровья. Сейчас мы делаем одно дело. Делаем, чтобы наших мальчишек как-то поддержать. Еще один заказ от военнослужащих – носилки. 35 метров строп или очень прочных веревок, три часа работы в шесть порук, и они готовы. По сравнению с привычными носилками – легкая мобильная сеть. Александра рассказывает, что всегда мечтала купить швейную промышленную машинку, но не думала, что будет использовать ее в оборонных целях. Первые 20 носилок шила дома, сама. А эту промышленную машинку Тотсу подарила одна из бабушек, и ей очень благодарны. Обычно толстые стропы не берет. Могут нести двое, трое, четверо, да, шесть человек, если с каждым носилок. Но также эти носилки может нести один человек. То есть один человек в состоянии вынести человека одного с поля боя. То есть она так устроена, что зацепив ручки друг за друга, это в состоянии можно помочь одному. Но, как это, к сожалению, показала практика, часто один и спасает одного. Счет готовых изделий идет на сотни. Материал уходит быстро. Чтобы процесс не встал, депутат Госдумы Александр Прокопьев сегодня привез волонтерам стропы, нитки, ткани. Фонд депутата тоже готовит к отправке гуманитарный груз. Мы, скорее всего, через Алийскую дивизию повезем, потому что сложности найти, где локализуются именно наши. Это же для наших. Они все наши. Ну, то, само собой, но, знаете, мне приносят вот коробку, прямо вот туда, ему повези. Собирать груз помогают волонтеры. Алтайские предприниматели бесплатно отвозят эти вещи в военно-полевой лагерь Омска, где мобилизованные из нашего края проходят боевую подготовку. Гуманитарную помощь к отправке готовит и депутат Госдумы Александр Прокопьев. Он заказал на предприятиях, пошив теплые одежды, палаток и спальников. Пока фура готовится к отправке, бойцам в зону боевых действий можно передать и другие подарки. Принести их можно в отделение ТОС Октябрьского района. Их адреса сейчас вы видите на своем экране. Татьяна Голубева, Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. День с толком. Алтайский педагог, по вине которой погибли трое детей, а еще один получил тяжелые травмы, собирается обжаловать приговор. Об этом сетевому изданию Толк сообщили в Тальменском районном суде. Напомним, 29 ноября прошлого года Анна Диринг повезла учеников домой в соседний поселок на личном авто, вопреки правилам. На железнодорожном переезде, несмотря на красный сигнал светофора, она продолжила движение, не убедившись в безопасности. Через несколько секунд машину сбил снегоуборочный поезд и протащил 300 метров. Из четырех детей трое погибли. 19 сентября женщину приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Родители жертв ДТП были недовольны, что педагогу дали такой маленький срок, но подчеркнули, что не будут обжаловать приговор, чтобы не сократить срок еще значительнее. Адвокат Анны Диринг после заседания говорил, что подзащитная тоже не будет оспаривать судебное решение, но не прошло и месяца, как учительница подала апелляцию. Адвокат потерпевших сообщила порталу Толк, что они планируют просить оставить приговор в силе, а также пояснила, что суд не будет оценивать исследования доказательств, а лишь заслушает мнение осужденной и потерпевших. Заседание назначено на 25 ноября. К другим темам. Алтайский край и его столица оказались в центре цифровой прокачки. В Барнауле сегодня говорили об умном городе, в котором за комфорт, удобство и безопасность жителей отвечают современные технологии, а многие процессы просто автоматизированы. Так можно ли уже называть Барнаул умным городом и каким он может стать в перспективе, узнавали мои коллеги. Цифровая экономика «Умный город» – это уже не словосочетание будущего. А в России есть города, жизнь которых перешла на цифру. Барнаула среди них пока нет, хотя проявления того самого ума заметны. Чтобы их стало больше, сегодня для обсуждения собрались чиновники, ресурсовики, эксперты. Последние говорят, что камень преткновения простой. Властные структуры России не совпадают уровнем цифровой зрелости. Нам сложно поженить в рабочем порядке, в разные службы. Сделать так, чтобы они работали как сложная команда. Дело даже не в финансировании. Финансирование и в принципе любые другие ресурсы, они всегда придут тогда, когда у вас есть четкая, ясная, понятная цель. Например, цель – сохранять жизнь. Один из федеральных экспертов рассказал, как они исследовали безопасность дорожного движения в Брянске. В среднем по России 25% смертей в результате ДТП – это смертельный ДТП с пешеходами. В Брянской области ситуация в 2020 году была печальнее. Там было 30%. Но и забегая вперед, в результате пилотного проекта в 2021 году в самом городе Брянск почти на 60% сократилось количество погибших пешеходов в результате ДТП. Причем часто аварии происходили по глупым причинам. Пешеходная дорожка, которая вела в лужу или автобусная остановка на обочине дороги. Барнаул с этой точки зрения не исследовали. Но умный транспорт у нас есть. Автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, безналичная оплата билета. А скоро наш трафик проанализируют специальные детекторы, чтобы при необходимости перенастроить светофоры. Это в целом цифровизация транспортной инфраструктуры, обустройство автомобильной дороги с учетом всего обустройства, которое расположено на автомобильной дороге. То есть это и знаки, и разметка, и само светофорное хозяйство, и движение транспорта как личного, так и общественного. Но кроме транспорта цифровая экономика касается большинства сфер. Если в прежней редакции стандарта речь шла в основном про городское хозяйство и цифровизацию очень утрированной жилищно-коммунальной сферы, то обновленный стандарт – это все-таки в том числе и про социальные сервисы. Это сервисы, как я уже говорил, национальных проектов здравоохранения, образования, развития предпринимательства, экология. А это и про онлайн-запись к врачу, и про электронное общение с органами власти, в конце концов обновление афиш городских мероприятий. По мнению участников, сегодня они должны не только обсудить то, что есть, но и создавать новые идеи. По словам представителей Минстроя, активную работу в сторону цифровизации начнут в Барнауле, Бийске и Рубцовске, чтобы к 2024 году эти процессы стали обычным явлением. Анара Шагирова, Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Барнаульцы жалуются на затянувшийся ремонт на улице Никитина. Дорожники, хоть и не перекрывают проезжую часть, но работы все равно мешают водителям и пешеходам. Когда ремонт будет завершен, а также где еще в Барнауле проводят дорожные работы в данный момент, расскажет Ирина Корчагина. Улица Никитина. Еще две недели назад отсюда должна была уехать техника, а люди ходить по обустроенным тротуарам. Но ремонт дороги все еще продолжается. Сегодня здесь выполнено чуть больше половины запланированных работ. Данный подрядчик фирмы Алтай Дорстрой на территории города Барнауле работает уже много лет. В принципе, все зарекомендовали очень надежные и хорошие подрядчики, исполнительные. Но в настоящее время почему-то сложилось так, что не допустили просрочку. По окончанию всех работ, когда он сдаст обег, к нему будут применены штрафные санкции. Как нам пояснили в мэрии, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в Барнауле из 19 объектов завершили ремонт на 14. Еще на пяти адресах идут работы до сих пор. На уже упомянутой улице Никитина, а также на улицах Власихинской, 10-й Западной, 2-й Северо-Западной и Дзержинской. Почти везде на финальном этапе. Там устанавливают дорожные знаки, наносят разметку. Кстати, в этом году только по нацпроекту в городе отремонтировали 25 километров дорог. В текущем году в рамках реализации национального проекта «Жилье» и также краевой инвестиционной программы ведутся работы по строительству у нас улицы Кристенко, улица 280 лет Барнаула, проспекта Энергетиков, Малого Павловского тракта и улица 65 лет Победы. Что касается улицы Никитина, в мэрии заверяют, неудобства придется потерпеть еще две недели. Подрядчик должен ускориться и сдать объект до первого снега. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Свершилось. В переулке Ядринцево появится долгожданный тротуар для пешеходов. Летом жители жаловались, что ходить по переулку невозможно из-за отсутствия дорожек. Проблемы были и у живущих вдоль переулка. Зажливое время их топило из-за отсутствия сливных систем. Сейчас Ядринцево перекрыли и приступили к работам, которые продлятся до 21 октября. Тротуар проложат от Димитрова до Попанинцев. Ширину дорожек сделают по полтора метра. Ходить будем спокойно и ноги ломать не будем. Что я могу сказать вам? Ну вот ждем, смотрим, наблюдаем, конечно. Так проблемы-то еще совсем в общем-то не решены. Потому что еще интересно знать, как будет сделан сток этот и куда это будет идти вода. Правильно же. Если она опять будет к нам во дворы и все это остальное. Я не могу пока ничего сказать. Но мы довольны. Исходя из технических условий здесь, я думаю, проблем с водой не будет. Потому что тротуар делаем по промилям. Вся вода будет уходить на проезжую часть. И уже, так как здесь у нас идет занижение дороги, поэтому вся вода будет уходить в ливневую канализацию. Ушел из жизни Николай Долженко. А заслуженному работнику транспорта было 70 лет. Он окончил Алтайский сельскохозяйственный институт. Вся его трудовая жизнь была связана с транспортом, дорожным хозяйством. Николай Иванович работал в мэрии, в правительстве края. В последние годы жизни являлся исполнителем директором ассоциации пассажирских перевозчиков Барнаула. Прощание с Николаем Долженко пройдет завтра, 14 октября, с 10 до 12 часов по адресу поселок Южный, улица Зоотехническая, 36. Добавим, что Николай Иванович часто был гостем наших программ. Редакция толка приносит соболезнования родным и близким. Продолжим. В крае увеличивается число людей с невротическими расстройствами. За последние три месяца таких пациентов стало больше на 15%, рассказывают специалисты краевой психиатрической больницы. На состоянии людей этой осенью сказывается не только сезонная хандра, но и напряженная обстановка в стране и мире. Она расшагировала, узнавала, как бороться с депрессией, куда обращаться за помощью. Тревога, нежелание общаться, кошмарные сновидения, первые звоночки психического расстройства. Игнорировать их нельзя, говорят специалисты. Все может вылиться в депрессию или в другие, не только психические болезни. Предотвратить последнее можно, если, например, на психическое здоровье будут обращать внимание и обычные терапевты при осмотре пациента. По крайней мере, такую идею уже рассматривают в региональном Минздраве. Решено, что будет подключился медуниверситет, обучающий курс будет проведен. Наши доктора поедут во все районы Алтайского края с обучающим курсом как для психиатров в том числе, так и для всех медицинских работников, всех наших ЦРБ и прочих-прочих заведений. То есть это все, вот, работа, она полномерно ведется. И потребность в этом есть, говорят специалисты. Так количество людей, обратившихся за психотерапевтической помощью, за последние три месяца в крае стало больше на 15%. Сказалась и сезонная хандра, и неспокойная ситуация в мире. Помочь себе выйти из депрессивного настроения человек может и сам. Гулять, читать что-то позитивное, заниматься хобби. Но зачастую справиться самостоятельно даже с этим нет сил. Конечно, это диспансер. Вы идете на прием к врачу-психиатру, работает диспансер точно так же, как любая поликлиника, участковый метод такой же. То есть позвонили, узнали своего участкового врача-психиатра, записались и пришли к нему. Все, вас доктор осмотрит. И уже по результатам осмотра будет дальше действие, тактика будет разработана. В Барнауле такую помощь с конца 80-х оказывает Краевая клиническая психиатрическая больница. Если раньше люди стыдились обращаться за помощью к специалисту, теперь стереотипы стираются. Профильные врачи могут назначить медикаментозное лечение в крайних и сложных состояниях стационар. А чтобы не довести себя до критических состояний, советуют заниматься тем, что приносит удовольствие и меньше копаться в собственных мыслях. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком. Более 200 тысяч мальков Сазана в октябре планируют выпустить в русло АБИ. Сотрудники Министерства природных ресурсов пояснили, что такие акции проводят регулярно. Их задача – пополнить водоемы рыбой, ведь по вине человека ее становится гораздо меньше. Молодняк Сазана, который накануне выпустили в ОБИ – не только помощь водной системе Края, но и радость для рыбаков и рыбных предприятий. Мария Мацаева с подробностями. Сейчас мы находимся на рыбном производстве в поселке Пруцкой. Именно здесь сначала из местных прудов рыбу вылавливают, а затем помещают в специальные бассейны на передержку. Запах здесь, конечно, ароматный, но в скором времени эта рыбка выпустится в приток АБИ, для того, чтобы пополнить в целом рыбную популяцию. Малек Сазана плещется в полной темноте. Света здесь нет намеренно, чтобы рыба медленнее двигалась и запасалась жирком. Так ей легче будет перенести зиму в условиях АБИ. Инкубационный период с мая месяца у нас начался. С мая месяца получали личинку, подращивали, выпускали в пруды. Всего выпустить в естественные условия собираются около 4 тонн молоди сазанов. Такое зарыбление реки проводят, чтобы минимизировать вред, наносимый природным ресурсам края из-за промышленной деятельности человека. Например, сброс источных вод или строительство мостов. Запускать пока планируют только сазанов. Выживаемость у них высокая. Кушают они много и почти все подряд. От личинок и водорослей до лягушачьей икры. За такую всеядность рыбаки его называют речной свиньей. Так рыбакопит запасы к холодам. В течение зимы он практически не питается. Поэтому в данный момент очень важно, чтобы этот сигалеток, он достиг определенной жирности, чтобы он хорошо перезимовал. Необходимо зарыблять именно посадочным материалом не менее 20 грамм, чтобы была 100% выживаемость и эффект достигал своего конечного результата от зарыбления. То есть, сколько результатами хозяйственной деятельности нанесен ущерб, этот ущерб в полном объеме должен быть восстановлен. Несколько тысяч вот таких мальков-сазанов выпустили в свободное плавание. Хормовая база ВАБИ большая, а это значит, что количество рыбы через несколько лет увеличится до 50 тонн, что полностью восполнит недостающие запасы. Прежде всего, это спортивное любительское рыболовство в Алтайском крае, как и во всей Сибири. Кроме того, у нас существуют рыбопромысловые предприятия, которые ведут в промышленных масштабах заготовку конкретно на АБИ водных биоресурсов. К слову, пополнению будут рады и местные рыбаки. Но поймать сазана не так-то и просто. Говорят, он достигает больших размеров. Поэтому вытащить такую рыбу и не сломать при этом удочку – большая удача. Мария Мацава, Александр Антропов. День с толком. Больше 10 тысяч человек вышли сегодня на уборку мусора. В Барнауле прошел второй так называемый «чистый четверг» в рамках месячника осенней очистки и благоустройства. Акция по сбору мусора проходила во всех районах города. По данным мэрии, участие приняли и рабочие, и студенты, и школьники. Для уборки задействовали больше 60 единиц спецтехники, вывезли около 85 машин мусора. В планах очистить 13 свалок и организовать порядка 30 экологических акций. Прославился на всю страну. Барнаульский шеф-повар Алексей Шефер стал полуфиналистом кулинарного шоу на одном из федеральных каналов. Валентина Аскерова встретилась с героем, узнала подробности участия в битве шефов и даже попробовала в тандеме с шефером приготовить одно из итальянских блюд. «Берем чеснок, прям вот так его рукой раздавливаем, тем самым передаем в него свою положительную энергию». Оливковое масло, пряности, салатные листья и мидии. И, конечно же, любовь – главный ингредиент всех блюд Алексея Шефера. Сегодня виртуозно готовит салат. Съемочная группа ассистирует. «Прямо такой, нет, горочкой, да, в центре красиво кладем такую горку. Да, вот, у вас замечательно получается». Готовить Алексей любил с детства, но в подростковом возрасте с делом всей своей жизни едва не разминулся. «Вообще по образованию я айтишник, заканчивал губернаторскую программу, президентскую программу, то есть там у меня и финансовое образование. Как пришел я к этому своему делу жизни, можно так его назвать, то есть я сходил на кулинарный мастер-класс, мне очень-очень понравилось, потом пошел на второй мастер-класс, на третий мастер-класс, ну и, как говорится, затянуло. «Сколько вам было лягу?» «Мне было тогда 32 года». В 32 года из физика Алексей превратился в лирика и вот уже на протяжении пяти лет занимается творчеством на кухне, преподает кулинарные мастер-классы. А не так давно даже принял участие в популярном шоу на телеканале «Пятница. Битва шефов» с прославленным шеф-поваром Константином Ивлевым и королем кондитеров Ренатом Акзамовым. Для меня большая честь пригласить такого льва в свою команду. Акзамов вообще был просто, наверное, на седьмом небе, он так прям с таким аппетитом ел эти щечки, сказал «да, да, боже, это очень вкусно». Две команды по пять участников. Алексей удивлял лагманом и гастрономической бомбочкой, картофельным оргазмом. Последнее блюдо не зашло Константину Ивлеву. В финал барнаульскому шефу прорваться не удалось. Картошка не понравилась? Да, картошка на самом деле была идеальная. То есть она у меня была, я считаю, что лучшей на самом деле. Ну, как говорится, шефу видней. Но от шоу у Алексея остались лишь положительные эмоции. В планах участие в третьем сезоне «Битва шефов». Барнаульский повар уверен, что там-то заберет первое место. А пока цель – развивать кулинарию в Алтайском крае. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Очередной выпуск завтра в это же время. Напомню, телефон редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи. Продолжение следует.